Воспаление тройничного нерва А ответвления от него идут на лицевую часть головы Поэтому врачам и пациентам сложно понять, что человек своим мышлением сам блокирует импульсы, проходящие по тройничному нерву В этом и заключается психосоматика заболевания Анатомия тройничного нерва Нервная система человека похожа на дерево, его корни находятся в голове Ствол растет вдоль позвоночника, а ветви этого ствола тянутся ко всем органам и тканям тела Вот это нервное дерево, оно живое, оно растет и живет своей жизнью На нем распускаются почки и растут цветы А если это дерево не поливать, то оно увядает или болеет, как и все живое в природе Управляющей структурой нервной системы является центральная нервная система, состоящая из головного и спинного мозга Что касается тройничного нерва, то это пятая пара черепных нервов, как ветви дерева, растущие от головного мозга А уже от этой пары нервов расходятся три главных ветви Это глазная, верхняя челюстная и нижняя челюстная Глазной нерв иннервирует кожу лба, верхнего века, теменную и височную область Также этот нерв проходит к слезной железе, оболочкам глазного яблока и слизистой оболочки носа Верхний челюстной нерв иннервирует кожу вокруг глаз, нижнего века, щеки, верхнюю губу, пазухи носа и зубы верхней челюсти Нижний челюстной нерв иннервирует кожу нижней губы, нижнюю часть щек, ушную раковину и наружный слуховой проход Слизистую щек, полость рта, часть языка, зубы нижней челюсти и жевательные мышцы Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей Чаще тренируйте осознанность, всем добра и мудрости, а мы продолжаем В области лица, куда тянутся ветви тройничного нерва, могут возникать тупые или стреляющие боли Возможно, потеря чувствительности какой-либо части лица Иногда боль возникает во время разговора, при глотании или умывании Другими словами, в любой части лица, куда тянутся нервы, могут возникать боли, жжения, потери чувствительности Симптоматика воспаления тройничного нерва может быть самой разнообразной Боли в области глаз, в бровях, в области ушей, лба, рта, губ и щек, слезотечения, а также онемение языка Способы лечения тройничного нерва Обычно причины возникновения воспаления тройничного нерва выявить сложно Поэтому и лечение направлено на устранение боли, а не самой причины И даже если находятся какие-либо внешние причины, объясняющие, почему возникло заболевание Все же это вторичные или сопутствующие условия А сам источник заболевания лежит значительно глубже Психосоматика заболевания тройничного нерва Если мы посмотрим на голову человека, то в чем заключается ее функция? Человек головой мыслит Через глаза, уши и нос, рот Человек принимает или передает информацию во внешний мир Поэтому все зависит от человеческого мышления Если оно позитивно, то нервные импульсы проходят беспрепятственно Если возникает негатив в мышлении в виде недовольства или неправильной оценки Тогда импульсы блокируются и возникает боль или воспаление Вот это и есть психосоматическая причина возникновения воспаления тройничного нерва В своей жизни человек может быть часто недоволен какими-либо событиями Своей работой, правительством, начальством, соседями, да чем угодно Вот допустим у человека проблемы на работе, он недоволен начальством Когда данная негативная реакция становится затяжной Тогда и возможны заболевания тройничного нерва Другими словами, причины возникновения болезни тройничного нерва Нужно искать не в физических явлениях, а на духовном и энергетическом уровне И лечение тройничного нерва нужно начинать именно с этого Нужно разобраться в своем мышлении и посмотреть свою жизнь Найти несоответствие, провести раскаяние и исправить свое мышление Это не говорит о том, что настоящие причины нужно искать внутри себя Как лечить воспаление тройничного нерва? Дело в том, что каждая часть человека связана с определенными законами И в частности голова отвечает за мышление, мировоззрение Как относится человек к окружающему миру, как его воспринимает и как проявляется в нем Психосоматика воспаления тройничного нерва может заключаться в том Что люди часто проявляют насилие над своим сознанием Над своей личностью и над другими людьми Например, когда человек пытается подстроить окружающий мир и людей под самого себя Это негативное отношение Потому что каждый человек на земле Именно такой, какой он есть Не стоит пытаться переделать другого человека И запомните, вы никого не сможете переделать, лишь себя Нужно осознать этот факт Все мы единый организм Что будет, если клетка внутри органа будет диктовать другой, что ей делать У каждого из нас свой функционал, вот и все Также и самого себя не стоит заставлять принять какое-то мировоззрение Потому что мировоззрение и мышление должно быть легким, светлым и гибким А для этого нужно просто жить в благости к себе, другим людям и миру Многие вещи или ситуации человек часто оценивает как сложные Но как раз в этой ситуации не стоит начинать нервничать Наоборот, решить их поможет лишь спокойствие То внутреннее состояние равновесия, которое вы создаете вокруг себя Чем больше вокруг вас хаоса во внешнем мире Тем более устойчивым и спокойным должен быть внутренний Как мы видим, эффективное лечение воспаления тройничного нерва Кроется в нашем образе мышления Мы очень редко обращаем внимание А тем более анализируем свои мысли А зря Понаблюдайте за ними неделю Смогли бы вы их показать всему миру О чем вы думаете большую часть жизни Наполняйте каждую минуту любовью и благодарностью Даже болезнь благодарите Ведь она показывает, что мы делаем не так И дает шанс измениться Обращайте внимание на свое состояние Или вспомните стрессовые ситуации Которые предшествовали этому заболеванию Или возникновению других болей В спине, руках, ногах и так далее Наш организм любит нас Поэтому и посылает нам болезнь Чтобы мы, наконец, его услышали Поэтому будьте внимательны к сигналам своего тела Не пренебрегайте ими И тогда вы в 70 лет сможете похвастаться прекрасным самочувствием Но на этом еще не конец Вернее, все только начинается Большая просьба именно к тебе лично Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития Чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее Развиваясь вместе с нами и нашими экспертами А главное, общаясь с огромным сообществом Развивающихся в разных направлениях людей Среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему Правильных друзей со схожими интересами Которые будут тебя мотивировать к новым достижениям Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео Рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео Напиши свое мнение или вопрос по теме А другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто Ведь мы читаем все комментарии Поддержи нас и развивайся вместе с нами Ну и, конечно, если ты больше любишь читать То заходи на наш официальный сайт Портал обучения и саморазвития Где можно найти тот же материал и в печатном виде Ссылка на эту статью на сайте будет в описании А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально То найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями Давай делать больше хороших дел Распространять знания и помогать друг другу Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру А на этом будем прощаться Рекомендую посмотреть и другие видео В том числе на непривычные для тебя темы Важных направлений саморазвития на самом деле очень много Поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов Чтобы каждый мог найти нужное А также имел возможность развиваться в разных темах А не только зацикливаться одной Сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение Естественно, желаю тебе в любом случае Мудрости, любви, успеха и всех остальных благ Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни Или, чтобы стать еще мудрее Переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении Или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране Всем добра!